В Израиле очень популярен парапланиринг. Полетать на параплане можно на Средиземном море, на Мертвом море, на Красном море также можно полетать. И есть еще отель в Сифрон-Якове, возле которого совершаются прыжки с параплана. В этот раз мы находимся на Средиземном море в Натании. Мы можем слышать, что ветер неслабый. Позволяет до сих пор взлетать и садиться. Но есть погодные условия, которые могут диктовать отмену полета. Но адреналин требует выхода наружу. Полет не отменили. Погодные условия до сих пор допустимы. И мы готовимся. Кроме того, что мы готовимся, нам помогает встретить еще несколько человек. Потому что действительно ветер сильный. Нам могли бы разобраться с куполом. Выровняли его, для того, чтобы мы могли подхватить попутный ветер. А еще двое инструкторов продолжают нас поддерживать. Потому что нужно быть противовесом этому ветру. Они выступают в роли якоря. В принципе, мы собираемся взлететь, но они нас тормозят. Почему тормозят? Нужно, чтобы нас не унесло, не сорвало со скалы. Так как мы действительно делаем толчок со скалы и начинаем лететь уже над морем. Высота этой скалы уголок 70-80 метров. Немного воздушных танцев. Нас продолжают держать и корректировать. Для того, чтобы дать праздничный пендель. И столкнуть нас со скалы, так сказать. После краткого инструктажа, как себя вести в воздухе. Так как этот прыжок тандем, то есть вместе с инструктором. Для тех, кто ни разу не летал. Сам никто не может лететь. Продолжаем висеть, как сосиска в воздухе. И получать директивы от инструктора. И вот мы медленно продвигаемся к краю скалы. Еще совсем чуть-чуть. Еще несколько шагов. И... Я-ху! Вот это да! Все, летим! И полетим! Вау! Не буду показывать весь полет. Полет шикарный. Практически минут 40 мы были в воздухе. И небо было просто усеяно. Подобными нам. Каждый для себя может сравнить это с чем-то особенным. С чем-то другим. Но вообще... Описать словами... Это нереально. Это только нужно брать и пробовать. Я не понял. Ну что, только что, чуть на дом не сели? А не, показалось. Пронесло. После проделанного полета мы начинаем потихоньку приземляться. В самом приземлении тоже участвуют несколько дополнительных человек. Инструктора. Которые занимаются тем же самым миром спорта. Барабаневизмом. Так как приземлиться... Приземлиться мягко немаловажно. А я вам предлагаю продолжить путешествовать с Йоу Гоу Гоу. И не забыть подписаться на канал. Канал Йоу Гоу Гоу. До встречи. Ну как леталось? Спасибо.